Доброго утра всем! У нас почти 8, без 25. Всех выпроводили. Папа нашего на работу. Фанасия с Антошиком в детский сад. Сейчас мы с Гришей завтракаем и, как всегда, учим уроки. И у нас витрюган продолжается. Если вчера было плюс 10 с утра, то сегодня уже плюс 8. Очень холодно. Дети куртки одели, потому что, несмотря на то, что вроде бы еще сентябрь, но уже невыносимо холодно лично для нас. Вот завтрак. У меня тут целая тарелка овощей, хлеб. Сосиска. Это сырный соус от калево. И это кетчуп. Кофе с молоком. Квашную капусту, кто хочет, будет доедать. И Григошина тарелка Гришкина. Помидоры он не любит. И чай. Что ты без света, сын? Писай. Хоть говоришь буквы, которые ты пишешь? Какие ты сейчас писал буквы? Это Пи. Ну это да, выше. Это Ф. Ф. Мамуля, привет. Здравствуйте, здрасте. Ну что там, зелень, расскажи, почем? Ну 8-10 зелень. По-разному, да? Да. Ну холодно? Не то слово, ветер какой там на рынке. Дуй. Но все равно люди ходят, да? Ну работают же, все хотят кушать. Все работают. Ветер не ветер, всем трудимся. Так, варю я борщик с дожаркой. А значит без мяса. Здесь уже картошечка в воде. Подсоленной варится. Здесь дожарочка. Начинаю с лука. Еще у меня тут параллельно не одет и Григорий. Я не знаю, уже говорю ему одет. Смотри, я вот так вот карандашиком всегда отмечу. Так, две задачи нам, да? Да. И до себя тянешь, вот до зад. Так, Зая, одеваемся, собираемся. Я сейчас тоже перекушу и поедем, хорошо? Ты издеваешься? Да. Ты издеваешься? Я нет. Че, ты уже в коробке? Да. Сразу резко мы. Все, надо пройти через весь Эверест. 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 Так, ты обувь же взял, сегодня же физкультура. Две обуви там ты взял. Баба, мы пройдем через весь Эверест. Две? Да. Вернее, четыре. Две пары, четыре всего. Да. Всем привет! Пять часов у нас. Я в таком виде хожу на улицу, потому что ветер очень сильный. Помимо того, что он сильный, он еще очень холодный. Ну, может быть, для кого-то не очень, но после 36 в ту пятницу, то есть вот плюс 14, плюс 17, очень холодно. И я сейчас уже жду Григория, мы все повязали, руки замерзли очень, потому что петрушка тоже холодная. Марсик тут у меня оказывается в комнате. И я еще забрала с почты посылку, когда Гришу отвозила из Москвы, вернее, из Московской области. Здесь шоколадная посылка. Будем открывать сейчас. Так, сейчас я разденусь, помою руки и будем открывать шоколадную посылку, потому что или сегодня ночью, или завтра я буду делать шоколад, пробовать делать шоколадки. И конфетки корпусные. Та-да-да-дам! В общем, я открыла посылку. Ух ты, тут ничего не пролилось. Нет, ничего не пролилось. Это гликозный сироп. Здесь его полкилограмма, он стоит 120 рублей. Дальше. Опять все хорошо запаковано, но здесь вот немножко просыпалось, так что сейчас я все это в пакетик. Так, и это что такое? А, это диоксид титана, по-моему. Сейчас я его, гляньте, здесь чуть-чуть просыпалась. Но хорошо, что все в пленке, то есть дальше пленки, ничего, все, всю коробку, в общем, не засыпало этот диоксид титана. По-моему, это диоксид титана. Нет, Брюшу, это изомальт. 300 грамм, 255 рублей. Так, дальше. И это формочка для шоколада. Такая вот она красивая. И тут две. Одна вот такая вот. Алмаз. Марсик. И одна вот такая вот корпусная конфетка. Полусфера эта. Дальше. Что вот это? Вот у нас такое, 254 рубля. Это у нас... Что такое? Шоколад белый. В галетах. 300 грамм, 24 рубля. Так, вот это я убираю. Вот это вот, что такое? Это какао-порошок, 65 рублей. Ирка. 100 грамм. Это... Какао-масло в галетах. 100 грамм. Это шоколад темный. Ирка, тоже итальянский. 600 грамм, 378 миллиметров. Мам, это ты? А, вот этот краситель сухой белый. Это диоксид титана. 50 рублей. 50 грамм. Ты будешь пробовать шоколад? Да? Да. Ну, кусочки маленькие. Это молочный. 600 грамм, 400 грамм. Да? Тоже Ирка. Итальянский. Это не дальше, что здесь у нас. Здесь ничего. И вот здесь еще две формочки для шоколада. Мам, ты обречаешься? Да, мам, там горячая вода. Так, это, я так понимаю, как накладная. Да. И вот еще две формочки. Ага. Так, вот еще формочка называется Носи усы. А, усы, а на палочке. Ну, вообще, типа Носи усы называется. И одна еще вот такая вот для вот такого вот классного шоколада. С кубиками. Ему не надо так... Так, ну что, вот такой вот был заказ. Сделала его в магазине Cardamon Club. Cardamon Club. В общем, интернет, магазин, кондитерский. Не знаю, ну где-нибудь погуглить, я думаю, можно. И в Инстаграме он у меня тоже есть. На нем такой очень красивый желтенький тортик. Вот. И это все для марафона, который проходит в Инстаграм. Мне, если честно, хочется получить... Естественно, хочется победить. Но для того, чтобы победить, это еще не просто марафон там. Это, знаете, не просто, вернее, какой-то конкурс. А-ля, поставьте там лайк и подпишитесь. Это видеоуроки, которые нужно выполнять и выкладывать фотографии под определенным хэштегом. Вот. Мне, если честно, очень интересно просто попробовать вот это все. Просто попробовать и понять, получится у меня или нет. Это не значит, что я там буду что-то дальше с этим делать, кроме как кушать. Но все-таки это круто. Вот. Так что сегодня ночью или завтра ночью. Потому что такие вещи нужно делать без детей. А без детей это значит ночью. Так что не знаю когда. Как у меня опять же проснется настроение. То же самое, как было с пряниками на день воспитателя. До часа ночи. То есть это все вдохновение и настроение. Вот. Что еще хотела рассказать. Да в принципе и все. Сейчас иду монтировать еще одно видео. И жду своих мальчишек. Потому что мы поедем Антохе за кроссовками. Уже похолодало. А ребенок ходит в старых кроссовках, которые ему уже будут вот-вот малы. Поэтому надо ехать. И заодно зайдем в Леонардо. И еще посмотрим формочек для шоколада. Ну вернее там формочки для мыла. Но они пластиковые. Поэтому просто их хорошенечко продезинфицировать и спиртом, и уксусом. Вот. Вымыть прям горячей-горячей водой. Все хорошо вытереть. И они подойдут для шоколада, я думаю. Вот. Так что сегодня едем куда-нибудь. Да есть Леонардо и магазин обуви. А еще же было сказать, что мне же нужен пирометр. Это измеритель, измеритель температуры, который бесконтактный. Знаете, таким лазером. Такой пик, как пистолетик выглядит. И такой красный луч светит. В общем, эта штука называется пирометр. И для того, чтобы делать шоколад, темперировать его, нужен пирометр. А у нас в станице его нет. Смотрела в аптеке бесконтактные термометры. Есть, знаете, такие, у которых диапазон температур достаточно большой. То есть ими можно пользоваться и в бытовых целях. Не только температуру от 36 до 40. А у нас только вот именно вот такие, которые только температуру тела меряют. Вот. Они именно термометры бесконтактные, а не пирометры. Так что поедем куда-нибудь. В баоцентр мы уже заезжали, там нерабочий попался. Так что поедем или в Озмол, где есть Оби, либо в Меку, где есть Лера Мерлен. Так что сейчас жду своих мужчин, монтирую видео и поедем. Все мальчики мои дома. Я четыре пятерки пью. Да что вы говорите? Четыре пятерки. Почему-то по математике две. Ну, одно задание сделал, самое первое. Потом еще Людмила Валентина эту тетрадь у меня забрала. Лежала и сравнивала так же, к примеру, чтобы было проще. Угу. Своей тетради. Я знаю, и второе задание, тоже самое первое. Людмила Валентина только написала до конца, я уже все и решила. Решила. Ты знаешь, есть еще такая пословица. Поспешишь, Людмила. Нет, ну, главное, все порадует. Ну да, это главное. Это самое главное. А самое главное. Потому что очень, очень легко. Мама, самое главное. Вы, Двиде, можете купить какую-нибудь игру? Я не знаю, посмотрим. Ну что, мы уже выехали. Едем в Мегу, потому что только там есть пирометры. В Лера Мерлен только есть. Они стоят в Мегу? Вот, по-моему, да и кроссовки же там тоже купим. Кроссовки-то есть везде, с кроссовками проблем нет. А вот с пирометрами, как оказалось, в Краснодаре прям проблема. По крайней мере, в тех магазинах, которые ночью работают, ну, допоздна. Все, мы заправились. Сейчас поедем. Надо пристегнуться только. Что? Мы сейчас купим. Ну да, сейчас поедем, купим все. Короче, тут все так хорошо стоит, поэтому мы просто на красную, да? Через мост ты хочешь, там на эту. Куча вся Дзержинского стоит, так что мы хотя бы купить Антохе кроссовки. Теперь едем. Да, все стоит. Так, купили мы три пары обуви, Афанасий у нас сегодня их носит. Да, Попа? Я не в леске. Полотенце. Ходим? Уже не первый раз там покупаем. Да. Что тут? Гитара огромная, да? Да. Мы зашли еще в Леонардо, я там кое-что купила. Ты понесешь, только никого этим не бить, ты понял? А то как битву, я не стилю. Теперь мы идем на первый этаж в моде с Антоши покупать штаны. Куда мы идем, Греш? Куда мы идем? Куда мы? Давай раздеваемся. Нет, мы сейчас по размерам все померяем. Если тебе 116-й подходит, давай, Антош, ты слышишь меня? Раздевайся. Сначала вот этот. Ну так ты снимай штаны. Отличные, да, штаны? Тебе нравятся? Давай тогда теперь еще к ним же взяли такую вот кофточку. Мама, это будет у меня костюм. Костюм? Да. Валерный. Привет, я в верликовском уже свитере, потому что холодно. Ну как, а ну-ка, ручки, может быть, надо чуть-чуть побольше? Взять побольше, как ты думаешь? Нет. Хорошо? Да. Тебе нравится? Да. Точно? Ну так, давай это. Дальше. Да. Так, мы уже дома. Приехали. Сколько сейчас? Здесь 30. Я буду пить вот такой вот вкусный кофе на ночь. Кофе с молоком и с маршмеллоу. Но вид у него очень красивый. Маршмеллоу. Маршмеллоу у нее вот оно сверху. Да, какой классный вид, да? Да.